Музыка Призрак черного монаха, плащ проклятой дочери, река мертвых и другие мифы и легенды старейшего и сохранившееся кладбищ города Пермь. Ягошичинский некрополь хранит в себе немало загадок и тайн, над которыми ученые-историки и краеведы бьются до сих пор. Это слоеный пирог. Столько появилось в позднейшее время уже за хранение. Даже если что-то было, все уже, как говорится, перемешали. Из-за этого исследования затруднены, а порой и вовсе невозможны. Многие тайны так и становятся нераскрытыми, если только не представляется случай. Музыка Представьте себе, когда вот здесь площадку строительную расчищали, то наткнулись на останки священнослужителя, выстлевшей ариаси, остатки ариасы нашли. И это напоминает нам уже другой сюжет, связанный с трагическим вот этим соседством, с тюрьмой. И уже с 30-ми годами, более всего, с большим террором, но не только. Зарождаться кладбище стало еще в середине 18 века. И 200 лет было основным местом захоронения. На сегодняшний день установить точное количество могил практически невозможно. Тут погребены многие знатные люди, почетные граждане города и другие интересные личности. Кладбище уникальное. Здесь, например, чудом сохранились два православных действующих храма. В провинциальных некрополях практически нет такого везения к городу, как говорится, и к городу мертвых в том числе. Здесь сохранились национальные участки, их пять. То же самое, необычный случай. Не то, что провинции, а вообще для любого города. Есть даже река Стикс. Дело в том, что в начале своей истории кладбище находилось на самой окраине города. Это сейчас он разросся в несколько раз. И ручей в прямом смысле разделял мир живых от мира мертвых. По бреданию, такое название дал никто иной, как царь Александр I во время своего визита в Перим. На самом деле, все не так. Дело в том, что еще на картах начала XIX века, то есть задолго до приезда царя-батюшки, как писал краевед, образованное пермское общество решило переименовать, назвать ручей Акульк в более благозвучно. Так появился Стикс. То есть они проявили свою образованность и в то же время, конечно, уважение к истории своей. Богатую историю кладбища наполняют не только удивительные факты, но и мистические легенды. Рассказывают, что на старинном некрополе происходит крайне необычное явление. И где явь, а где реальность порой не разобрать. Стоит только зазеваться случайному путнику, как призраки кладбища, тут как тут. Дух этого черного монаха каждую ночь он бродит неуспокоенный. И когда видит припозднившегося греховника, будем так говорить, то есть человека, который пришел на кладбище с нехорошими какими-то помыслами, ну, например, тот же статский советский советник Чадин, который воровал каменные и чугунные плиты для строительства своего дома. Вот таких-то он и мог бы поставить, как говорится, на путь истины. Каким образом вот идет, крадется такой человек, и вдруг сзади ему на плечо костлявая рука черного монаха. Но все же, по словам исследователей, легенда с монахом больше похожа на вымысел, и реальные истории, которые этому предшествовало, нет и не было. Но на этом некрополе есть одно место, которое будоражит умы обывателей, краеведов, историков уже не один век. Это могила проклятой дочери. Вот уже сто лет на эту могилу родные не приносят цветы и не приходят поминать усопшего. Однако это не мешает оставаться одними из самых популярных мест на старинном кладбище в центре Перми. Причиной тому самые разные истории, которые ходят вокруг этого захоронения. Тут и кровосместительные связи, распутство, семейная драма и трагическая смерть. Что на самом деле скрывается под этим надгробием и какую тайну хранит могила? Попробуем разобраться. Над травой возвышается чугунная плита, которая больше напоминает канализационный люк. Однако при ближнем рассмотрении становится понятно – это надгробие в форме круга с крайне необычным изображением. Это и змея, которая по ободу вот этого круга, змея, кусающая себя за хвост. Некоторые из писателей называют ее уроборос, то есть символ бесконечности, возможно, бесконечного греха или бесконечной смерти. Тяжелый и мрачный памятник, от которого так и веет средневековьем, писал Аркадий Гайдар в рассказе «Проклятая дочь». По легенде, девушка, не получив благословения у родителей, вышла замуж и у нее родился ребенок. Ну и, естественно, проклятие в таком браке, незаконном получается, невоцеркленном, переносилось на дитё, то есть дитя греха. Ну и вот отсюда крылатое это выражение – никогда душа не выйдет из тела твоего. Заклеймили проклятием при жизни и после смерти, должны были топтать, пока не сотрется чугун 15-пудовой плиты. Однако эта версия рассыпается, как только начинаешь вчитываться в эпитафию, в которой, несмотря на старославянскую клинопись, четко видно. Пермского исправника Девелия, дочь Таисия, от роду шести лет, одиннадцати месяцев, скончалась в январе 1807 года. Но почему выбрано такое место? Самое видное, почти на проходе, буквально в нескольких метрах от церкви. Одна из версий говорит о том, что девочка похоронена именно здесь, в Назидании. На углу получается, на тропе, и оказывается, с дальним прицелом, чтобы православные после службы непременно прошли, протоптали по этому надгробию. Но богобоязненные пермики искушать судьбу не стали, и надгробие все же обходили стороной, ведь змея внушала им почти первобытный страх. Для человека, воспитанного, возвращенного в традиционной русской культуре, немножко языческой, змея – это всегда что-то связанное со зломом, смертью и так далее. Вот поэтому и возникло желание объяснить необъяснимое появление змеи самым простым и понятным способом. Разве я, значит, проклял? Раз написанный исправник и имя девичья, значит, проклял дочь. В архиве Пермского края сохранилась лишь некоторая информация об Александре де Велии. В частности, указано, что до того, как возглавить полицию Перми, он занимал должность стряпчего и калежского асессора. Но подробностей о том, какая трагедия разыгралась в его семье, сухие документальные данные не сообщают. Оттого вокруг этой могилы развернулась невероятная мистификация. Началось все с безымянного готического романа XIX века – «Тайна одной могилы». Именно тогда умерли последние родные похороненной девочки, и опровергнуть слухи стало некому. Рассказывают, что исправник в молодые годы имел любовную связь со своей двоюродной сестрой. Но как он предполагал? На самом деле она пожаловала его матери на факт приставания со стороны Александра, и она решила пойти на свидание вместо этой девушки. Оказалось так, что мама родила от своего сына ребенка дочку. Сын на какое-то время уехал, и эту дочку воспитывали другие люди. И в итоге, когда мать умирает, сын возвращается на это место, знакомится с этой девушкой. Они завязывают романтические отношения, у них рождается дочь. Во время родов девушка умирает, и в шестилетнем возрасте умирает няня. Перед смертью она признается и раскрывает тайну всей этой истории. После чего отец в ярости выгнал дочь на улицу. Там она и погибла. А сам Девели, не выдержав горя, покончил жизнь самоубийством, заказав перед этим два надгробия. Одно для дочери, а другое для себя. Но рассказывают, что рядом раньше находилась другая могила, и там была очень странная надпись. Здесь похоронены отец и дочь, муж и жена, брат и сестра. И вот эта надпись в итоге навела писателей на мысль раскрыть, почему такая надпись, что она могла значить. И уже из этих историй выросло большое количество легенд. Именно эта версия происхождения могилы стала самой живучей. И дурную историю о дитя, появившемся на свет, в результате жутких кровосмесительных связей, начали передавать из уст в уста, как непреложную истину. А вокруг могилы то и дело появляются игрушки, монеты и даже нательные православные крестики. Поговаривают, что по ночам здесь можно услышать даже детский плащ. Уже в 21 веке ученые решили заново разобраться в этой противоречивой легенде. И выяснить, так ли страшна история происхождения могилы. На надгробии мы четко видим год – 1807-й. Конец эпохи просвещенного абсолютизма в России. Согласно своему чину и положению в обществе, можно предположить, что исправник Девелий вращался в кругах пермских интеллектуалов, которые входили в местную масонскую ложу. А могила здесь действительно не единственная, а часть большого семейного гнезда. Здесь похоронены мать, отец, младший брат и даже его дети. Понимаете, что это за человек? Он не мог свою дочь проклясть и, значит, об этом написать на могиле. Собственно, это и есть это. Шести лет и одиннадцати месяцев она умерла. Ну, как она может в подобное это принести? С кем она может убежать? Люди просто не читали надпись внимательно. А на самом деле получилась очень трогательная история, неутешные родители. А мама у нее, Таисия Ивановна Девелий, родила, она, я посчитывал, в 20 лет. Муж ее был лет на 15 старше. Такая очень уютная и пирожская история. Что же тогда с самим надгробием? Какова история происхождения его изображения и при чем тут змея? В сборнике символов «Эмблематы», составленном еще в 18 веке по указу Петра I, мы видим на одной из иллюстраций змею, кусающую себя за хвост, которая расшифровывается как «Конец есть начало». Через две странички более сложную композицию видим ангелочек, ну, точнее, Купидон, заключен в раму из змеи, кусающей за хвост. И написано в русском варианте «Любовь есть вечна». То есть, по сути дела, перед нами символ вечности. Второй символ, который здесь есть, он только обозначен. Четыре отверстия, два круглых, один по треугольной, один в виде узкой щели. Такое очень условное изображение адамовой головы. Это символ смерти, искупления, памяти. Очень многозначный. Вот если мы эти два символа соединим в рамках культуры и посвящения, то получится очень простое выражение – вечная память. Оказалось, что жуткое надгробие, столько времени, нагонявшее страх на людей, простое, красивое и понятное, которое, скорее всего, изготовил один известный французский художник. Жан-Луиз Дюлье, который с 50-х до 90-х годов, 18-го века работал в России. Был одним из отцов-основателей Российской академии художеств. Основывал там классы для рисования гипсов. Кроме того, в Третьяговке, в Эрмитаже есть его портреты маслом. Он был замечательный рисовальщик. Александр Иванович Девели – один из его потомков, уехавший в Пермь на повышение. Именно он был отцом малышки Таисии, так рано и трагично ушедший из жизни. И знал бы безутешный родитель, что памятное надгробие ждет такая трудная судьба. Ведь даже место постоянного пребывания оно нашло совсем недавно. Где сейчас находится само захоронение, сказать трудно. На рубеже 19-го и 20-х веков вместо старой деревянной церкви был построен новый храм. Из-за этого сменилась топография кладбища, сместилась аллея, а могила прокрытой дочери навсегда скрылась под асфальтом и деревьями. Сейчас Ягошихинский некрополь полностью взят государством под охрану, как объект культурного наследия. Этот природный и исторический парк любим как туристами, так и пермиками. А могила проклятой дочери, несмотря на раскрытую тайну своего надгробия, по-прежнему будоражит умы людей. Ольга Юшкова, Иван Худяков. Пермь. Специально для программы «Большая страна». Иван Худяков.